Меня зовут Роман Алиудин, очень рад быть в Омске, впервые в Сибири. Сегодня от лица открытой мобильной платформы нашей компании. Я благодарю организаторов за это прекрасное мероприятие. И мой доклад будет посвящен операционной системе Aurora и обзорам этой операционной системы для разработчиков. Немножко о себе. Я закончил Московский авиационный институт, работал долгосистемным программистом, в основном с ядром Linux. Затем я в свободное от работы время читал лекции по разработке драйверов также в Московском авиационном институте. И последние 4 года я руковожу департаментом открытой мобильной платформы, и наша команда разрабатывает операционную систему Aurora и другие продукты, о которых я сегодня не расскажу. О чем мы сегодня будем говорить более подробно? Что такое операционная система Aurora, откуда она появилась, из чего она состоит? Мы будем обсуждать, как писать приложение под операционную систему Aurora, с чего начать, если вас это заинтересовало. И будет приоткрыта такая завеса тайны. Сейчас готовится большой релиз Aurora, Aurora 5. И мы привезли экспериментальные сборки Aurora 5 уже, элементы, которые в скором будущем станут основным релизом. И я расскажу, на чем мы концентрировались, когда делали этот новый релиз. Поэтому в какой-то степени можно сказать, что некоторый контент впервые в мире, вне компании, вы увидите и услышите на конференции именно этой. Соответственно, открытая мобильная платформа. Это дженеринговая компания, 4 офиса, Москва, Питер, Иннополис и Нижний Новгород. Мы помимо того, что разрабатываем программные продукты, мы активно участвуем в образовании, мы читаем лекции в ведущих вузах страны. Я надеюсь, что мы поговорим с вашим руководством, с вашими преподавателями и также увидим коллаборацию. В скором времени мы откроем свой курс по открытой лицензии по системной разработке и системному программированию. И мы сейчас работаем очень с многими вузами, чтобы материалы эти были встроены в курсы по системному программированию или по операционным системам, потому что они реально очень хорошие, практичные. И они даже не связаны на самом деле с Авророй, они связаны просто с ядром Linux и системным программированием. И мы в меру сил не только используем open-source софт, но и делаем свой вклад, прежде всего, опять же, в ядро Linux как системный программист. Поговорим об основных продуктах компании. Основной продукт компании – это операционная система Аврора и операционная система Аврора ТИИ. Я чуть позже расскажу, что это такое. И вот эти два продукта, они тут внизу, они ставятся на устройство. Также компания разрабатывает мобильные сервисы. Они носят название Аврора Центр. Туда входит магазин приложений, пуши и все, что мы знаем, когда говорим о мобильной инфраструктуре. Соответственно, все эти продукты мы разрабатываем для корпоративного рынка. То есть мы сейчас не предполагаем, что Аврору вы купите в NVIDIA или вы купите в Eldorado. Мы предполагаем, что крупные компании, такие как RGD, такие как Gazprom, используя мобильные устройства в своих бизнес-процессах, покупают Аврору. И не только Аврору, но мы даем в контур заказчика все мобильные сервисы, которые они могут поставить себе на сервера. Таким образом, в отличие от ОС или Андроида, где, понятное дело, что мобильные сервисы находятся где-то там далеко, в Mountain View, здесь они даже находятся не то, что у нас в открытой мобильной платформе. Мы передаем все продукты на сторону эксплуатанта. И компании, они могут полностью изолировать себя и свои данные, важные для бизнес-процессов, от внешнего мира, закрыться за VPN. И Аврора, и мобильные сервисы Аврора, они могут работать изолированно. В этом, в общем-то, основная ценность, основной посыл, который мы делаем, для корпоративного рынка. Сейчас, когда мы говорим про Аврору, это не какой-то разрабатываемый продукт, он разрабатывается постоянно. Мы давно уже находимся в эксплуатации, и, как говорят программисты в проде, много лет компании, такие как Почта России, РЖД, я еще поговорю про других заказчиков, используют Аврору. Мы пока что не такая огромная экосистема, как iOS или Android, но у нас есть все элементы этой экосистемы. И мобильные сервисы, и Аврора SDK, с помощью которого вы можете разрабатывать приложения. И устройства, сегодня подробнее поговорим, как вообще устройства появляются. И партнеры, которые пишут приложения под Аврору. То есть не подразумевается, что открытая мобильная платформа делает приложение, делают крупные вендора. Наши основные заказчики сейчас это крупные компании, Почта России, Ростелеком, Росатом. Самым крупным применением до сих пор Авроры была перепись населения России 2021 года. 360 тысяч устройств одновременно использовалось. Это один из самых, наверное, больших, один из самых больших проектов в мире, который делался на одном программном обеспечении одновременно. Это был очень ответственный проект. Если будут потом вопросы, могу рассказать, потому что я был непосредственным участником подготовки этого мероприятия. Конечно, это было для всех очень волнительно. Следующий блок у меня посвящен архитектуре, безопасности операционной системы Аврора. Немножко поговорим про UX и поговорим про устройство. Я буду идти достаточно быстро по слайдам, будет много информации. Я ожидаю, что вы запомните вопросы в конце. Задавайте любые. Мы очень открытые ребята. Прежде чем пойти в технические дебри, да, я думаю, что вы все узнали Омск, очень часто спрашивают, откуда вообще пошла операционная система Аврора, а вы ее написали с нуля, не с нуля и так далее. У Авроры очень интересная история. Когда-то давно, в начале нулевых, на базе ядра Linux было два проекта, которые вели компания Nokia и компания Intel, которые назывались Moblin и Moemo. И эти проекты предполагали мобильную операционную систему в конкуренцию тогда еще, даже не с появившимся еще андроидом. Потом эти проекты объединились в проект Migo, операционную систему с открытым исходным кодом, которую в основном драйвила Nokia. И даже вышел один телефон на этой операционной системе. Но, к сожалению, компания Nokia развалилась. И та команда, которая разрабатывала эту операционную систему, ну и часть этой команды, она организовала стартап в Финляндии. Это стартап назывался YOLO. И на базе исходного кода, который остался от проекта Migo, они сделали операционную систему Selfish. Четыре года они работали, старались как бы развить этот проект. И в 2015 году компанию купил отечественный инвестфонд. Одновременно с этим, тоже это было уже почти 10 лет назад, создали компанию открытая мобильная платформа в 2016 году. Цель компании была набор экспертизы, набор сотрудников, чтобы они могли не только сначала следить за релизным циклом, потом развивать операционную систему, проектировать, учиться, создавать новое в операционной системе. И так появилась операционная система Selfish Mobile OS RUS. А в 2018 году это уже своя операционная система, потому что ее разрабатывала уже российская команда, была переименована в Аврору. И две операционные системы Selfish и Аврора, они стали расходиться, потому что разные команды разрабатывали когда-то одну операционную систему, которые стали самостоятельными. Сегодня, если говорить про сегодняшний день, так, кликер. Сегодня мобильная операционная система Аврора – это современный интерфейс, это все, что вы ждете как разработчик от мобильной операционной системы, API для работы с сенсорами, с периферией. Это изолированные приложения, то есть каждое приложение стартует в песочнице, для каждого приложения декларируется API доступный. Есть браузер, браузер, естественно, поскольку мы российская компания, есть сразу гостовые алгоритмы, чтобы заходить на гостовые сайты. И мы даем как вендор операционной системы Аврора SDK, с помощью которого можно разрабатывать приложение. Аврора SDK можно скачать с сайта developer.avroraos.ru. То есть Аврора – это современная ОС. Безусловно, мы еще об этом поговорим. Очень много нужно сделать еще, очень много нужно развить, но шаг за шагом мы становимся все лучше и лучше. Погружаемся в технику. Условно можно разбить операционную систему Аврора на три слоя. Мы – Linux операционная система. Да, ребята, кто про Linux, кто использует Linux каждый день? Вот такой вопрос. Хлопает тоже отлично, нормально, нормально, неплохо. Я в институте, когда учился, тоже у меня Linux стоял на лэптопе. Как вы знаете, Android тоже основан на ядре Linux. Мы тоже основаны на ядре Linux. Можно очень долго говорить, какого успеха достигло это ядро, но сегодня немножко о другом. Соответственно, на прилегированном уровне у нас есть ядро Linux и операционная система Аврора ТИИ, чуть позже про нее расскажу. Уровнем выше у нас системные компоненты и системные сервисы. В общем-то, мы в открытой мобильной платформе занимаемся развитием вот этого вот блока очень сильно, потому что если кто-то ожидает, что появится новая фича в операционной системе, новый функционал, то он обычно пронизывает все слои. Дальше есть прикладной интерфейс разработки. У нас это библиотека Qt и C++. И выше находятся уже приложения и интерфейс пользователя. Вы тут можете увидеть достаточно знакомые слова для Linux, знакомых с Linux людей. Это Wayland, это Systemd, это GNU. В Авроре примерно сейчас 2000 пакетов, часть из них закрытая, часть из них open-source и свойственна всем Linux, в общем-то. Если, как вы увидели, вот в самом низу есть ядро Linux, да, что такое ядро, да, это прилегированный код, работающий в операционной системе. А есть Aurora TE. Что такое Aurora TE? Это вторая операционная система, она стартует параллельно с основной. Точно такой же подход есть на андроидах уже давно, начиная с Android 8. И эта операционная система, она аппаратно изолирована и нужна для того, чтобы хранить какие-то супер доверенные данные. То есть, например, в андроиде, у кого андроид, есть такая штука, называется Keystore, хранилище ключей. И вот ключи хранятся не в самом андроиде, а хранятся в параллельной операционной системе. Для чего, опять же, это делается? Для того, чтобы, когда будут взламывать устройства, путь был длиннее, и надо было не только взломать основную операционную систему, но и взломать параллельную. И это намного сложнее и намного дольше. Если мы поговорили о безопасности, то заговорили, да, то от чего мы, в общем-то, защищаемся? Хотя мы работаем на корпоративном рынке, то есть наш продукт предназначен для больших компаний, все равно это мобильные устройства, их легко потерять. Они все время подключаются к различным сетям, и это большой источник или угроза для вектора атак. Более подробно есть конференция OSD, такая по системному программированию. В 2021 году мой коллега рассказывал про внутренние устройства безопасности в Авроре, сейчас не будем на этом останавливаться, но если суперкратко, то мы исповедуем прикладную эшелонированную безопасность. То есть, с одной стороны, чтобы было много эшелонов безопасности, и сломав один из эшелонов, все не рушилось, домик не ломался. С другой стороны, чтобы эти механизмы безопасности нельзя было отключать, потому что это свойственно другим, назовем так, конкурентам, когда есть очень классные механизмы безопасности, но они есть как бы в таком музейном режиме. То есть, они как-то все включены, все классно, но когда начинается реальная эксплуатация, администраторы просто это выключают, потому что этим пользоваться невозможно. Мы стараемся делать так, чтобы и механизмы безопасности были, и люди могли ими пользоваться. С точки зрения разработчика, все приложения подписываются, есть изоляция приложений, все стартуют в контейнерах, то есть соседнее приложение ваши данные не украдет. Есть подходы, когда подписывается приложение также маркетом или тем, кто распространяет приложение. И есть системное хранилище, и начиная с Авроры 5, нового поколения операционной системы, будет Keystore. Системный интерфейс. Это очень такая спорная штука. Мы очень сильно привыкли к интерфейсу iOS и Android. У нас собственный интерфейс, у нас собственная команда дизайна, у нас собственная команда, которая программирует UX. И сегодня один из докладчиков, это мой коллега как раз из команды UX, хотя он будет рассказывать про игры на Авроре, но на работе он занимается именно тем, что делает интерфейс и обновляет интерфейс на Авроре. Соответственно, для того, чтобы дизайнеры могли разрабатывать и проектировать интерфейсы под Аврору, есть Figma, можно по QR-коду зайти, там есть гайды, которые говорят, как проектировать интерфейс. И для Авроры 5, нового поколения, в котором интерфейс сильно обновится, будет обновление, соответственно, этого документа. Теперь поговорим про устройства. Это вот интересно. В Авроре достаточно широкая линейка устройств. В основном это российские производители с разной степенью локализации. То есть кто-то проектирует, кто-то берет чужую проектную документацию, но производит в России. Мы как компания не производим железо. Наша задача операционная система. Но мы портируем операционную систему на это железо. Можно ли, часто задают вопрос, можно ли поставить операционную систему Авроры на мое устройство. Краткий ответ нет. Так же, как нельзя поставить iOS, нельзя поставить на Xiaomi, а Android нельзя поставить на iPhone. Почему нельзя? Потому что современный, не знаю, сколько вам видно, к сожалению, не очень большой экран, как буквально там три минуты, как вообще появляется мобильный телефон в вашем кармане. Это вот так устроен рынок мировой. Кстати, все начинается с Silicon Vendor, то есть компания, которая разрабатывает чипы. Они делают чип, сейчас это называется System and Chip, система на кристалле. И System and Chip это вычислитель и периферия, то есть контроллеры, которые отвечают за графику, за USB, за экран и так далее. Это все располагается на одном кремнии. И вот эти компании, например, Qualcomm, они делают референс борду, то есть это очень большая плата, на которой есть этот чип, и на которой разведены в разные стороны разные возможности чипа. Эта плата вот такая вот такого вот размера, не похожа на мобильный телефон, и они портируют на эту референс-плату операционную систему Linux, допустим, или AUSP, Android. После этого эта плата переходит в IDH, Individual Design House. Это компании, которые из этой большой платы делают, берут только часть функций и делают уже кастомизированную плату под ряд устройств, под несколько смартфонов, под несколько планшетов и так далее. И потом ODM, Original Device Manufacturer, делает уже финализацию, когда налепливает сверху экран, делает сенсоры, и под разные рынки, в зависимости от потребности людей, делают разные стоимости устройства. И там уже идет финализация операционной системы, которая работает на устройстве. Сейчас мы с Авророй портируемся вот потом. То есть уже вышло устройство фактически, и мы начинаем портирование нашей операционной системы на эту железяку. Наша цель, и мы сейчас работаем с промышленностью, чтобы в этой картинке Аврора ушла левее и как можно раньше вступала в производственный процесс создания нового устройства. Вот здесь на фотографии как раз в ШУИ завода по производству планшетов под перепись населения России поверхностный монтаж сделали. Поверхностный монтаж – это когда такие бобины загружают в автомат с элементами, плата едет, и там робот на них ставит элементы, припаивает, то есть на входе бобины, на выходе готовый планшет с Авророй уже. Это было очень здорово, это реально очень воодушевляет. Поговорим об экосистеме и разработке приложений вообще. Экосистема Аврора состоит из трех больших частей. Это встроенные приложения, приложения крупных вендоров и приложения, которые делают на заказ. То есть, понятное дело, что когда есть обходчик железнодорожных путей в РЖД, это приложение нельзя скачать из Play Market или Store, это приложение делается специально под эту бизнес-задачу. На чем пишут приложения на Авроре? Пишут приложения на Авроре на Qt и на C++. Мы, в принципе, полноценный гню Linux, хотя мы оригинальный дистрибутив, но те приложения, которые работают на Linux, с высокой долей вероятности, можно собрать под Аврору. Также используется WebView. Qt покрывает очень большую и широкий круг задач. Это и работа с файловой системой, база данных и так далее, а также работа с сенсорами и то, что специфично для мобильного устройства. То есть, это очень хороший, солидный фреймворк. Помимо Qt, можно использовать веб-технологии в виде WebView. И WebView позволяет встроить тот код, который вы разрабатывали для браузера, в приложение. Ну, некоторые примеры таких приложений здесь показаны. То есть, можно обернуть в WebView в принципе любой сайт и он будет выглядеть как отдельное приложение. Progressive Web Apps в полной мере мы не поддерживаем пока в Авроре, но это одна из наших целей. С помощью Аврора SDK в нем есть эмулятор. Вы можете бесплатно совершенно скачать его с сайта. Вы можете начать разработку под Аврору и, используя Qt, QML или WebView, разрабатывать приложения и смотреть, как они будут выглядеть в эмуляторе. Наше глобальное видение состоит в том, что мы должны привлечь на платформу разработчиков Android и должны разработать… ну, Android OS и мы должны быть привлекательными для веб-программистов. Что мы для этого делаем? Ну, одним из подходов является использование кроссплатформенных фреймворков. Здесь будет целый трек на конференции по Flutter. Это сейчас модно, спортивно, молодежно. И мы тоже не находимся в стороне. Вот здесь три телефона. Это iPhone, масштаб Т1. Вы можете его потом посмотреть на столике. И тоже масштаб Т1. Справа Android, слева iOS. И в центре вот секретная операционная система. Вы догадались, это была Аврора. И, соответственно, одно приложение, которое работает на… из одного исходного кода, которое работает на трех платформах. Flutter действительно нам дает большие возможности. Мы уже спортировали Flutter. Мы выложили, опубликовали Flutter из Decay. Это пока экспериментальная поддержка. Но также, возможно, для ВУЗа, для ребят, кто заинтересуется, у нас есть очень классные курсовые работы по разработке компонентов Flutter для Авроры. Это на стыке Дарта, на стыке одной технологии и на стыке нашей технологии. Так что можно покачаться и там, и там. Это находится уже в open source, этим можно пользоваться. И есть примеры приложения на Flutter. Вот здесь потом после доклада можно будет посмотреть. Кому интересно, есть хабр статья Flutter на Авроре. Там подробнее, с ссылочками, с примерами кода. Все можно покликать и, если не лениться, даже запустить. Другой подход – это Kotlin Multiplatform Mobile. Очень классный подход, когда мы берем и выделяем бизнес-логику. Бизнес-логика у нас между платформами общая, а внешний вид делается нативно. Казалось бы, это очень подходящий для нас подход. И вот тут даже, видите, не знаю, сколько вам видно, пунктирчиком, он продлен до Авроры. Kotlin вообще сам по себе очень интересный язык. Он может представляться в различной реализации, и в JavaScript, и в Java-машину, и в бинарный код. Нам очень подходит подход с Kotlin Native. И Kotlin Native, он используется на iOS, и хотя мы, казалось бы, так же, как и Android, основанный на ядре Linux, нам все-таки ближе именно он. Мы делали первый подход к снаряду, но встретили трудности. Все-таки этот фреймворк, он такой бурно развивающийся сам по себе, и чуть моложе, чем Flutter. Так что мы сделали небольшую паузу. Думаю, что в следующем году опять возьмемся за портирование Kotlin Native и KMM в нативном режиме на Aurora. А пока есть подход, когда Kotlin трансформируется в JavaScript, и есть статья насчет этого на хабре. Вы нашего коллеги можете прочитать. Когда он берет готовый код на Kotlin Multiplatform Mobile, трансформирует его в JavaScript, JavaScript исполняется в браузере, фронтенд лицо приложения делается нативно. Тоже интересный подход, в принципе, который может использоваться для компаний, которые хотят заехать на Aurora, но у них есть на Kotlin какой-то код, и они пока не хотят эту бизнес-логику переписывать. Как начать знакомство с Aurora? Супер короткий блок вопросов. Прежде всего у нас есть Aurora бета-тестирование. Это программа, где раздают устройства бесплатно. Вот у нас будет сегодня пять устройств, которые мы раздадим. Люди ищут ошибки, получают новые обновления, дают обратную связь, и там очень теплые ламповые комьюнити, и представители этого комьюнити у нас сегодня есть на докладах на треке Aurora. Есть официальный сайт developer.avroros.ru, там можно скачать SDK, там можно посмотреть документацию. В общем, это центр разработки для разработчиков под Aurora. Ну, еще раз расскажу про замечательный канал Алексея Гладкова, Aurora Developers. Там больше тысячи человек, разработчиков. Заходите, там отвечают быстро на вопросы, если есть они, то точно пошлют, где это можно посмотреть. Теперь поговорим про Aurora 5. Вот, теперь пошел небольшой такой суперэксклюзивчик. Aurora 5 – это новое поколение Aurora. Мы сейчас активно его разрабатываем, активно вливается код, то, что делалось последние два года, в единую кодовую базу, и мы примерно в конце года или в начале следующего года планируем его релизнуть. Я привез несколько устройств вместе с моим коллегой уже с элементами Aurora 5, с так называемым developer preview, видите, DP2. соответственно, сейчас за ближайшие 3-4 месяца мы еще немножко будем шлифовать все, и надеюсь, все будет стабильно, хорошо, и мы выйдем в прот. Соответственно, какие основные посылы были, когда мы делали Aurora 5? Новый пользовательский опыт. Мы пересмотрели вообще, как выглядит Aurora, как человек взаимодействует с Aurora, и мы очень активно с Aurora идем в офисы. То есть мы очень хорошо покрываем юзкейсы с полевым сотрудником, просто вот так вот хватает Aurora для этого, а для офиса характерна работа с несколькими потоками информации, то есть у вас не одно приложение, а у вас есть N приложения, с которыми вы одновременно работаете. И поэтому мы очень сильно вложились в UX UI, он подразумевает, что есть несколько сразу приложений активных, с этими активными приложениями идет быстрое переключение, и вы тут видите, как интерфейс смартфонный, так и интерфейс планшетный, и часть этого интерфейса уже реализована, и она есть на столах у вас, это в чем-то эксклюзивный материал. Новые возможности для разработчиков мы платформа, мы должны развивать API, чтобы прикладные программисты могли делать более сложные приложения под Aurora, более функциональные, и мы очень так сфокусировались на видеоконференц-связи, потому что на Aurora 4 можно делать VKS решение, но с Aurora 5 это станет намного проще, будет больше аппаратно ускоренного API, и мы надеемся, что крупные вендора, такие как TrueConf, такие как другие представители, они появятся на нашей платформе. Мы хотим, чтобы встроенный набор приложений, которые уже есть в Aurora, это прежде всего календарь, почта и так далее, была уже эффективна сама по себе для офисного сотрудника, поэтому мы назвали это эффективный набор встроенных приложений, и вложились в то, чтобы то, что уже идет из коробки в телефоне, было удобно для офисного сотрудника. И самое интересное, это то, что платформа Aurora, она открыта для интеграции русских IT-решений, мы очень хотим, чтобы российские компании, видя, как их ограничивают на других платформах, с другой стороны, ощущали, что мы совершенно открыты к тому, чтобы они имели хорошую и глубинную интеграцию с нашей операционной системой, и поэтому в Aurora 5 появляются уже крупные платформы, можно сказать, и одним из них будет Рустор, в конце года выйдет Рустор на Aurora, на Aurora 5, и это начало только интеграции наших лидеров IT-рынка с нашей платформой, и таким образом они делают Aurora более привлекательной для потребительского рынка, то есть нам с вами нужно ездить на такси, нам с вами нужно заказывать еду, нам с вами хочется играть, по мере того, как на платформу будут заходить вендора, такие как Рустор, такие как ВК, такие как Яндекс, платформа Aurora все ближе и ближе будет к потребительскому рынку. Заключение, коллеги. Соответственно, операционная система Aurora – это современная ОС со своим интерфейсом, со своей историей. Команда открытой мобильной платформы просто днями и ночами работает, чтобы улучшить операционную систему на всех уровнях, на уровне безопасности, на уровне системных сервисов, на уровне API, на уровне юзер-интерфейса, на уровне SDK, на уровне документации. Безусловно, нам еще очень многое предстоит делать, и мы надеемся, что люди зажгутся этой энергией и придут к нам работать или придут в компании, которые создают свои решения под нашу операционную систему. Мы рады, что наша операционная система становится все более и более популярной, и мы надеемся, что с Aurora 5, которая, опять же, выйдет в скором времени, люди ощутят, насколько стало удобнее работать с нашей операционкой. Большое спасибо. Да, ребят, вопрос. Здравствуйте, меня зовут Арсений, спасибо за доклад большое. Стало интересно по поводу изоляции. Очень много говорили про изоляцию, изоляция, изоляция. Я говорю не про изоляцию в плане геополитического, а про изоляцию процессов. Вот, собственно, интересно стало, на основе чего это реализовано, на основе какого API, то есть это C-groups, который используется, LXC-докер, или это что-то свое более низкоуровневое, высокоуровневое, и как с этим взаимодействует как раз-таки API, который предоставляет SDK Aurora. Да, спасибо за вопрос, хороший вопрос. Есть два подхода, в общем-то, в Linux, для того, чтобы сделать эффективную изоляцию. Один из них C-Linux, который используется в андроиде, и второй, который используем мы, это контейнерная виртуализация. То есть, да, вы правы, это C-groups и плюс, плюс friends, и плюс дополнительные меры для того, чтобы пробрасывать API в контейнер, только то, которое запросило приложение. То есть у нас фактически, когда стартует приложение, специальный сервис, он смотрит, какое API задекларировано, чтобы, опять же, злобные хакеры не подменили, там все подписано, то есть это к этому уже можно доверять. Про подпись могу отдельно сказать, это просто прям отдельный трек. Соответственно, после этого формируется контейнер, и ему в контейнер пробрасываются те разрешения, которые даны, и то API, которое заявлено. Соответственно, когда стартует приложение внутри контейнера, оно, во-первых, сохраняет только по тем файл-пэфс, что доступно в контейнере, и плюс соседи не могут на него повлиять в силу виртуализации, контейнерной виртуализации, ну, сегрупсы и друзья. И еще раз, пробрасывается API еще раз ядра, то есть по секс, там условно еще что-то, или конкретно аврорное? Авроровская API пробрасывается, то есть мы вообще для того, чтобы приложения были стабильны от версии к версии, мы должны пробрасывать им стабильный API. Понятно, по секс API стабилен вообще, спору нету, но если пробрасывать как бы все возможности, которые есть в Авроре внутри, то мы, когда внутри там активно развиваем сервисы, или там навеляем пакеты, или что-то дописали, то приложения партнеров поломаются. Чтобы этого не было, нужно делать плоский API. Но у нас есть промежуточный подход, вот там коллеги из бета-программы, кто пишет, могут пожаловаться даже. Это валидатор, такая штука, которая проверяет приложение на то API, которое оно использует, и если они пытаются дернуть API, которую мы не считаем стабильным, то приложение не запустится в Авроре, и это как бы сигнал там по рукам разработчику, что он хочет использовать нестабильный API. Потому что самая большая угроза, опять же для нас, это обновилась операционка, и все приложения послетали нафиг, потому что с новыми компонентами, ну там API поменялось, и все, и привет. Да, мы, конечно, в идеальном мире, в идеальном будущем мы должны стремиться к плоскому API. Это огромные ресурсы, но сейчас у нас такой промежуточный подход. Мы стараемся держать API стабильным, и у нас есть дополнительные инструменты даже на устройстве, которые проверяют, что ручки разработчика не лезут в нестабильный API. Лист привилечивает хороший подход. Спасибо большое. Да, спасибо. Сейчас следующий вопрос будет, когда в B2C? Шучу, шучу. Да, пожалуйста, давайте. Спасибо, еще раз тоже повторюсь большое за доклад. У меня изначально два вопроса было запланировано, но такая ситуация, что сейчас, возможно, на первый будет ответ, и второй не придется задавать. Вопрос касательно Рустора. Вот тоже для меня лично, когда я про это узнал недавно, ну из социальных сетей была интересная информация, что на Авроре будет Рустор. Но у меня такой как бы немножко диссонанс получился. Вот вы сейчас подтвердили, что действительно система позиционируется для больших компаний. То есть в частности РЖД, Газпром, да, то есть вся инфраструктура там. Но так они же сами могут приложение поставить. В чем тогда конкретно вот именно цель внедрения Рустора? То есть это какой-то ваш уже потенциальный шаг потом в будущем, там где-то через год, выхода на полный рынок, да, то есть сектора для клиентов или что-то, задумка другая какая-то? Хороший вопрос. Какой сообразительный молодой человек. Да, сообразительный молодой человек попался. Смотрите, да, действительно, как бы нужно идти шаг за шагом. И, во-первых, даже когда в офисном использовании вот вы пришли на работу, вам выдали рабочий телефон, вам все равно хочется иметь возможность понятным для вас способом скачать приложение, там, Яндекс.Такси, например, и работать с ним с одной стороны. С другой стороны, да, действительно, вы правы. Аврора подразумевает ограничение экосистемы, чтобы ваш работодатель, там, зачем обходчику железных путей играть в игры. В Авроре можно это просто сделать так, что это просто невозможно и он должен быть там хакером супервысокого уровня, чтобы это удалось и чтобы там как-то какую-то нуль через нулевую уязвимость там пробраться и так и установить игру. Это нереально. Да, Аврора идет в сторону смешанного использования, когда есть и приложения потребительские, назовем так, и когда есть приложения профессиональные, которые дает работодатель. И да, наверное, если вот потихонечку к нам будет затягиваться все больше и больше крупных вендоров, мы будем все более и более привлекательны для обычного пользователя, тем более бывают действительно люди, которым не нужно там 100-500 миллиардов приложений, да, им нужно 5 там и все. И тогда мы вообще покроем их потребности. Но спасибо за вопрос, да, хороший. В таком случае еще второй вопрос сразу. То есть получается сейчас уже достаточно много приложений есть в Росторе, то есть ну как бы я сам их оттуда качаю, но я же их не смогу запустить на Авроре. То есть здесь называется, что будет как бы своя версия Ростора, там будут только те приложения, которые можно, или у вас есть в планах возможность запуска уже существующих приложений, которые были для Android. Да, я понял, да. Смотрите, прям вы сыпите, сыпите вопросами хорошими. У меня даже есть запасной слайд на этот счет. Давайте начнем с первого вопроса. Там будут нативные приложения под Аврору, то есть фактически, например, под Аврору есть Касперский. И сейчас, когда вы будете заходить на Ростор, вы будете качать Касперский for Аврора. Вот, соответственно, причем там еще будет под 32-битный, 64-битный Аврору, в общем-то, там будет выбор. Вот, ну, я надеюсь, что не будет, да, вам скажут, какую нужно, вы кликните и скачают, какую нужно. Соответственно, насчет запуска приложений Android. Это возможно сделать. Мы не хотим это делать как вендор операционной системы, потому что фактически это означает, что есть контейнер, Windows-контейнер, в котором стартует AOSP, и в котором фактически у нас две операционки и юзер-спейс Андроида запускается в Авроре. Но есть партнер, недавно тоже он опубличил этот партнер свои планы о коммерческом эмуляторе Андроида, который построен на таких же принципах, как на экране, где можно будет запускать приложения, соответственно, неизмененные. Посмотрим, то есть повторю посыл, мы как вендор операционной системы сами это делать не будем. Если появится, он уже появился, партнер, который хочет запускать приложение Android на Авроре через вот такого рода эмулятор, то да, окей, будет коммерческий успех, мы не против. Мы платформа, мы открытые ребята. Спасибо большое. Здравствуйте. Директор компании Bitblaze, производителя рабочих станций на Эльбрусах, Байкалах и так далее. Мы тоже ориентируемся в первую очередь на B2B рынок, но также продаем энтузиастам рабочие станции на Эльбрусах. Пусть это стоит, может быть, дорого, но тем не менее есть энтузиасты, готовы их купить и сами как-то использовать. Некоторые из них там блогерами, в смысле являются блогерами и показывают это для своих пользователей, такие, как Дмитрий Бачила, может быть. Можно ли купить, вот когда я смотрел, я не нашел возможность купить смартфон на Авроре, вот без этого всякого там подписаться в программу бета-тестирования, ну мне некогда этим заниматься. Я хочу просто, как ранний последователь, купить смартфон на Авроре и его использовать. Более того, несколько лет назад, когда я задавался такой задачей, мне проще было купить Sonic Xperia X и на него установить Sailfish X, ну как бы финский вариант Авроры, причем через там VPN оплатив, как-то это на финском сайте. Вот когда-то что-то подобное планируется сделать для Авроры, вот чтобы энтузиасты могли просто покупать. Да, вопрос понятен. Смотрите, давайте по порядочку. Первое, Аврора сейчас можно купить, но по состоянию вот на сегодня юрлицу, то есть если вы компания, пожалуйста, покупайте. А почему нельзя физлицин? Давайте, я сейчас доотвечу, да. То есть если вы компания, можно спокойно купить сколько угодно, хоть 360. А можно купить, а потом продавать физлицин? Нельзя. Вот, почему нельзя? Потому что в юле написано, что это только для юрлиц. Вот, но времена меняются, следите за новостями, до конца года будут обновления на этот счет. Спасибо, спасибо. Ну, несколько странно, потому что, вот получается, если я сейчас хочу под сейлфиш разрабатывать под Аврору, мне проще купить Sonic Xperia X. Нет, вам не удастся разрабатывать под сейлфиш под Аврору, потому что это разные операционки. Ну, то есть я допускаю, что какие-то элементы будут общие, потому что у нас корень общий, да, это как бы никто не стесняется этого, это нормально. Я рассказал про историю. Под Аврору нужно разрабатывать на Аврору SDK и на устройстве на Авроре. Мы не следим за тем, что делает сейлфиш, и нам абсолютно все равно. Для Авроры mainline – это мы. И, соответственно, мы следим за нашей операционной системой. Касательно энтузиастов, как я уже сказал, подождите до конца года, будут объявления, я не могу раскрывать. Если бы мог, бы я бы рассказал. Понял, спасибо. Скворцов Юрий, IT-лид по автоматизации и тестирования в компании Росбанк. И у меня вопрос связан именно с автоматизацией. То есть, во-первых, вопрос по поводу эмуляторов. Можно ли Аврору нормально эмулировать на Windows-устройствах? Ну, то есть запустить эмулятор и потыкать… Да, можно, да, можно. Мы даем сейчас SDK для трех платформ. Это Linux, Windows и MacOS, но x86. И там везде есть эмулятор, и там урезанная Аврора. Ну, она урезанная с точки зрения безопасности, чтобы было проще разрабатывать, чтобы там подключиться можно было, по SSH и так далее. Но там, в принципе, более-менее, да, с той же кодовой базы и с той же пакетной базы стартует система. Поэтому прям скачивайте сегодня. И второй вопрос, связанный с этим, это по поводу, собственно, средств автоматизации. То есть, как насчет удаленного управления устройством с компьютера и возможности прогона автотестов? Ну, это возможно. Вот. А дальше нужны детали. Соответственно, мы для компаний даем для того, чтобы в ICD встраивать платформу SDK, это инструмент для того, ну, то есть кли, кли-тулза, да, чтобы можно было в пайплайн встраивать. У нас не все идеально с публичными фреймворками для тестов графических, да, типа Апиума. Потому что внутри мы Апиум используем, но в ней мы его не выдаем там, потому что нам… Что такое Апиум для всех, да? Это такой специальный графический фреймворк для прокликивания сценариев на графическом интерфейсе. Потому что мы отключаем безопасность для того, чтобы он работал, иначе он перехватывать не сможет. И мы вовне не можем дать такую волшебную штуку, потому что она не заработает. Вот. Ну, значит, штуку можем дать, но она не заработает просто. Но есть другие инструменты, да, ими пользуются. Смотрите, под Аврору выпускают крупники. Касперский, доктор Веб, мой офис и так далее. Естественно, у них развиты системы разработки. И там есть даже ВТБ, банк ВТБ даже у него есть клиент под Аврору. Соответственно, естественно, они это тестируют и в том числе автоматизировано. Окей, понял. Спасибо.